Время И старые кинофиши Кажется, что внешний вид кофейни и атмосфера внутри далеки от кофейной тематики Но все дело в мелочах Детали могут незаметно проникнуть в наше сознание и повлиять на оценку вкуса кофейных напитков Свои выступления начнут с приготовления настоя иван-чая для своего авторского напитка Я буду использовать 6 грамм чая И 100 грамм воды, нагретой до температуры 85 градусов Время настаивания 3 минуты Пока настаивается мой чай Я приготовлю 4 шота эспрессо, чтобы все мои ингредиенты охладились к концу выступления Рецепт, который я буду использовать для всех групп напитков сегодня 18,2 грамм кофе на входе И 48 грамм жидкости на выходе Наслаждаясь вкусной чашкой кофе, мы не всегда задумываемся, как много факторов влияет на наше восприятие Атмосфера заведения создает настроение и формирует вкусовые ожидания Чашка кофе будет намного вкуснее в уютной кофейне, где мы сможем расслабиться и почувствовать себя как дома Сегодня вы мои гости, и я сделаю все для создания дружеской атмосферы Музыка настраивает нас на нужный лад Британский ученый Чарльз Пенс выяснил Что высокие ноты ассоциируются у нас с кислыми и сладкими вкусами Тогда как низкие акцентируют внимание на горечь или же вкус умами Когда вы будете пробовать мои напитки, обратите внимание на фоновую музыку Каждая нота в мелодии, как и в напитке, не случайна Но используя эти детали, пазл не соберется воедино без самой важной и самой главной части Вкусного эспрессо Сегодня я познакомлю вас с удивительным кофе И расскажу в деталях, как сформировался его уникальный вкусовой профиль Мой кофе родом из Эфиопии Зона Гидео Регион Иргачиф Кооператив Ариша Иргачиф – это самый высокогорный и всемирно известный регион произрастания кофейных деревьев Кофе, вырученный в данном регионе, свалит своим чистым вкусом, богатым цветочным ароматом и яркой цитрусовой кислотностью Изюминкой моего лота является местная разновидность декорастучек сортов арабики – куруме Небольшие по размеру ягоды раскрываются в чашке необычайно яркой сладостью Наполняя ее сложным ароматом с яркими нотами жасмина, лайма и тропических фруктов Также я для своего авторского напитка заранее приготовил соус из темного винограда Альден Я сделал соус в соотношении 1 часть мелко измельченного темного винограда, 1 часть сахара мускавада и 2 части воды Довел соус до кипения и затем наставил в течение 30 минут на медленном огне Еще немного про мой удивительный эспрессо Вулканическая почва, богатая минералами и азотом, способствовала развитию яркой цитрусовой кислоты Омытая обработка сделала тело моего эспрессо очень нежным и шелковистым По текстуре похожим на молоко с массовой долей жирности 4% Высота произрастания 1950-2100 метров И низкая температура позволили максимально растянуть процесс ферментации Что и сделало кислотность моего эспрессо такой многогранной Мой кофе был обжарен 9 дней назад При выборе профайла обжара перед нами стояло 2 основных задачи Добиться баланса теруара и баланса текстуры и сладости Для этого мы максимально увеличили стадию карамелизации И довели время развития до минуты 27 Итак, запишите описание моего эспрессо В первом глотке вы почувствуете Гриппфрут и чай Дарживинг Во втором глотке вишню, лайм Тело моего эспрессо ниже среднего Текстура округлая Финиш средний и имеет чайный характер Луфы ается бекаре If будем добавлять, запишем п teil Готово. 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 К сожалению, случаются неудачи, и мне придется отдать эспрессо в разных чашках. Я попрошу вас оценить визуально крема, но пока не приступать к регустации. Я тщательным образом подошел к выбору чашек. Такая форма позволила мне добиться максимально интенсивного вкуса. Тактильность эспрессо я визуализировал с помощью материала и цвета чашек. Чашки очень гладкие на ощупь, а визуально черный цвет выглядит очень изысканно и утонченно. Впечатления о нежной текстуре моего эспрессо дополняют толстые края чашек. Ну а теперь попробуйте моего эспрессо. Нам доподлинно известно, что сладкий вкус интенсивнее раскрывается в теплом виде. Самый яркий пример – мороженое, мясное, которое по мере таянии будет становиться все слаще. Я использовал этот факт при создании рецептуры молочного напитка. Я взял молоко с массовой долей жирности 4%. Чайный характер тела моего эспрессо в сочетании с деликатной сладостью молока позволяет нам добиться в чашках объема 130 миллилитров идеальной синергии и баланса вкуса. Температура моего молочного напитка будет комфортная, около 55 градусов. Во вкусе вы почувствуете сливочную карамель, малиновый джем и круассан. Текстура напитка очень нежная, шелковистая, схожая с потаевшим мороженым. Текстура напитка очень нежная, шелковистая, джем и круассан. Малиновый джем И сливочная карамель Для вас Одна минута Спасибо Для вас И для вас 30 секунд 10 Спасибо По вкусу моего авторского напитка вы почувствуете в первом глотке землянику и темную сливу, во втором глотке горький шоколад и кардамон. Температура будет очень комфортная, около 18 градусов. Продолжение следует... Для вас Для вас Для вас Время И И Пурде Аплодисменты 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 Аплодисменты